Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие дети, которые с нами, уважаемые друзья, которые нас посетили, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. Я желаю поделиться темой, и в основании я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии Марка, 5 глава, и мы прочитаем с 1 по 20 стих. Евангелие Марка, 5 глава, с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел Он, Иисус, из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилища в гробах, и никто не мог Его связать даже цепями, потому что многократно был Он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить Его. Всегда, ночью и днем, в гробах и горах, кричал Он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, кричав громким голосом, сказал, «Что тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь Меня!» Ибо Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из этого человека!» И спросил Его, «Как тебе имя?» И Он сказал в ответ, «Легион мне имя, потому что много нас». И много просил Его, чтобы Он не высылал их вон из страны Той. «Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили Его все бесы, говоря, «Пошли нас свинеть, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремило стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. «Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить Его и Иисуса, чтобы отошел Он от пределов их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил Ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с Ним Иисус. И все дивились. Эта история не очень приятная. Это страшная история. Встреча с бесновавшимся. Как произошло, мы не знаем. Но в нем были нечистые духи. Это был страшный человек. Вы можете себе представить? Я никогда такого не видел. Дай Бог никогда не встретиться с таким, которого цепями и оковами связывали, и Он разбивал их. Бился о камни. Это страшный человек был. Кричал днем и ночью. Жители боялись проходить там. И никто не мог помочь Ему. Я вижу здесь силу Бога. Иисус, только Он мог. И вот только Он имел власть над силами демоническими, над сатаною и над Его слугами. Мы видим в этой истории как бы две личности. Когда обьясновавшийся, который был измотан духами нечистыми, прибежал и поклонился Богу. И мы видим другую личность, которая в нем воскричала, исповедавшись, знаю тебя, Сына Всевышнего. Не мучь нас. Потому что они знали, что только Он имеет власть и силу повелевать. Знаете, я поражаюсь, почему в то время было столько много, когда мы читаем Евангелие, одержимых нечистыми духами. Я нашел ответ. Знаете, кто последний пророк был? Малахия. И прошло 430 лет, когда небо молчало. И потом появился пророк наивысший, Иоанн Креститель. За это время, 430 лет, Бог молчал, потому что народ Его отвернулся от Него. И за это время народ, глядя на языческий народ и на все их поклонения, на все ритуалы, ушли от Бога Живого далеко. Настолько далеко. А во всех мы знаем силах. И если не Богу Живому поклоняются, то поклоняются демонам. И было столько много людей пораженных, одержимых силами нечистыми. Я радуюсь, что в это время мы живем на земле, когда церковь, когда есть удерживающий, когда есть Дух Святой работающий, и земля, и дьявол, и силы Его, они как бы скованы, как бы привязаны, как бы ограничены. Не дается им силы. Я рад, что сегодня нет той атмосферы духовной. Но силы зла есть. Мы можем восторгаться и не понимать людей, которые страшились этого бесновавшегося, который не давал покою всем жителям. Почему они так отреагировали? Когда увидели Его одетым, раньше Он таким не был, в здравом уме, раньше Он таким не был, и Он безопасный, нормальный человек. Почему они не приняли, может быть, как Его Отец, а попросили Господь Иисус, уйди от нас? И Он ушел. Я здесь вижу сыну души. Это целое стадо огромное свиней, которая погибла. может быть, это видно было всем сына искупления одной души. Вот это стадо необъятное. Зачем вам свиньи нужны были, народ? Богом отделенный. Это первый вопрос, но неважно. Вот она, сына искупления. Может быть, слишком дорого показалось сына искупления души. Но у меня сегодня тема рассуждения немного другая. Я ее назвал «Первый миссионер». Для меня странно, когда я читал опять, думаю, у него доброе намерение было. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил Иисуса, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как поломиловал тебя». Я думаю, вот этот бесноватый, бесновавшийся в прошлом, он был бы прекрасным учеником, прекрасным апостолом. Но Господь усмотрел нечто другое. он его оставил здесь, в Десятиградии, а сам удалился. И этот бесновавшийся, теперь новый человек, он прошел и проповедовал. Вот он, первый миссионер, которого Христос послал и оставил там, на месте. И расскажи своим всем, что с тобой сотворил Бог, Господь, и как Он помиловал тебя. Я думаю, это самый, наверное, яркий пример был, самый выразительный был миссионер. Если бы мы увидели его, вы можете представить, у него на теле были страшные раны, и потом остались шрамы, и на руках, и на ногах, и на лице, и на голове, когда он разрывал цепь, и когда бился о камни. И когда люди спрашивали, дорогой, я не знаю имя его, Симон Петр, что это у тебя? А он говорил, это шрамы жизни моей прошлой. Когда дьявол измотал меня, и он убить меня готов, и Бог убить, а один есть, который освободил меня, имя ему, Иисус Христос. Он и сегодня может спасать. Прошло много времени. Сегодня на полях мы видим много миссионеров. Не всем Господь дает такое. Наша сестра Анита, Митейка, она там, Таиланд, почему-то стала ее родиной. Ее народ стал ее, тот народ, ее стал родным народом. Муж из того народа, дети. Кого-то Бог послал в другие места, использует. Может быть, мы хотели поехать на Украину, в Скадовск, а там место занято, там наша сестра Лариса, которая совершает на том месте, где она живет. Может, мы хотели поехать в Молдову, в село Ченуши, а там место занято. Там наша сестра Светлана и брат Валерий с семьей. Они трудятся. И там церковь растет. Там души слышат слово живое и приходят. Но, дорогие друзья, я хотел сказать о другом. Я помню, наши братья и сестры, когда поехали в миссионерскую поездку, и потом брат рассказывал, пришли мы в одно село, чтобы на воскресенье, чтобы там проводить служение. Нас встретили, и брат встретил. У него такие рукава длинные на рубашке. Поприветствовал, говорит, но на руках следы прошлой жизни. Они все, говорит, на колках исписанные, исколотые. Это следы прошлой жизни. Когда он не знал Бога, когда жил без Бога, а теперь Господь помиловал, омыло чистил, садил детем своим, назвал своим, назвал по имени и дал ему новую жизнь. И он сегодня благовествует и рассказывает, что сотворил с ним Бог и как он его помиловал. Это новая душа. Я думаю, если кто-то спросит, а что это у тебя? Он скажет, это то, о чем мне стыдно вспоминать. Это из прошлой жизни. Мы живем в мире современном. Знаете, когда вот у нас летнее время было, потом я пришел на работу и встретились с одной молодой сотрудницей, я смотрю, у нее на руках наколок много. Думаю, Боже мой, зачем это? Когда видишь в окружающем мире сколько юнош и девиц, мужчин и женщин, испыслованы татуировками. Я думаю, откуда это? Откуда оно пришло? Если мы смотрим, оно пришло из язычества, оно пришло от шаманства. Оно никогда не имело общего с Богом. И когда Бог разговаривал со своим народом, Он сказал такие слова. Ради умершего не делай нарезов на теле вашим и не накладывай на себя письмен. Я Господь. Это не что-то новое, что пришло в современный мир. Это старое. И Бог своему народу запретил. Он сказал, что на тебе не должно быть. Я Господь, Бог твой. Я отделил тебя, я осветил, я поставил тебя, и ты мне служи, и поклоняйся. И не делай то, что делают народы. Знаете, я думаю, может быть, это не тема, которую говорить в церкви. Знаете, мы как-то были в поездке и были в доме друзей и смотрели альбомы. Я смотрю, там фотография их семьи и сына младшего. Я спросил, а как он, где? Он говорит, у него семья создалась, они только ходят в американскую церковь. А смотрю, у него на руке здесь письмена. как могло к верующему юноше, молодому человеку прийти вот эта идея. Церковь всегда отличалась чистотой. Народ Божий, потомки Авраама, поверь, мы дети Авраама, они всегда отличались чистотой. Бог никогда не разрешал этого народу своему. Знаете, апостол Павел, посланник Ефесянам, в 4 главе 17 стиха говорит, потому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причинам их невежества и ожесточения сердца их, я сегодня обращаюсь и говорю, мальчики и девочки, вы слышите меня, к вам, юноши и девицы к вам, умоляю и заклинаю именем Господа Бога, никогда пусть сатана вас не искусит, чтобы нанести на тело ваше письмена, Бог этого не позволил, для меня всегда это кажется, как печать соприкосновения с демоническими силами, и церковь всегда была далеко от этого, но приходит время, время обольщения, и апостол Павел в другом месте говорит, но я боюсь, как дьявол обольстил Еву, так, чтобы он не обольстил вас, дети мои, в этом есть опасность, пусть Господь сохранит и благословит нас, церковь нашу, детей наших. Мне всегда бывает больно, я помню, еще в молодые годы пошел брат один в армию, оттуда пришел, на нем татуировки, и друг, с которым мы работали, говорит, я когда смотрю так, для меня всегда кажется, это как печать падения, печать, когда уходит человек от Бога. Я знаю одного брата служителя, который в молодости своей, когда служил в армии, оттуда пришел, на нем на руке была татуировка, потом прошло время, он приблизился к Богу, покаялся, вошел в церковь, стал проповедником его, и потом, знаете, я думаю, вот эта печать, вот этот шрам, это был настолько больный, и он потом выжиг, я смотрю, у него на руке была как повязка, а потом остался только шрам. Этот шрам может напоминать о той глупой, глупой поступке, которую совершил, когда он был вдали от Бога. Дети наши, пусть дьявол никогда не обольстит вас. И далее, когда Бог говорит, вот в книге Левиты в 19 главе мы прочитали 28 стих и 29 стиху. Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Это Божие повеление, чтобы дети его сохраняли себя чистыми. Это тема, о которой сегодня в современном мире говорить устаревшие. Сейчас другое время, 21 век, и человек свободен делать все, что хочет. Знаете, на работе однажды разговаривали, и мы ехали вместе, и сотрудница, она тоже водитель говорит, да, мы пока молодые, много местей делали, а потом повзрослели, ума набрались, и вроде того, ну, отошлеет. Пусть молодежь делает, а не потом поумнеют. А сколько тех, которые делали мистейк, попробовали курение, попробовали спиртное, попробовали наркотики, попробовали блудную жизнь, а потом с этого болота не вернулись, погрязли в нем, может быть, погибли, а если кто потом вышел с этого болота, а на нем остались страшные шрамы, которые говорят о прошлой жизни, которые и здесь шрамами, которые болят. Сегодня я не говорю об Америке, во всем мире, даже и там разговариваю, говорят, но не живу, только в гражданском браке. А Слово Божие это называют по-другому. Знаете, одна молодая семья немного прожили и случилась трагедия. Они сказали, что мы расходимся, жить больше не можем. Это была трагедия для родителей, для церкви, но так не может быть. Какие причины? Знаете, если провести анализ, много причин можно найти. Но знаете, какая есть причина, которую никто не знает. И когда муж говорит, родители говорят, ну, нельзя, что Бог сочетал, того человек не разлучает. Обратной дороги нет, нужно созидать семью и какие-то трудности, просто вникнуть, исправить и жить. Он говорит, а Бог нас не сочетал. Бог не мог нас сочетать. Мы солгали. У нас брак не был честным. И когда пастор беседовал с нами, мы сказали, нет, все чисто. Но наши отношения до брака были нечисты. Представляете, было вся это с белой фатой и с цветами. И пастор дал наставление и молился, и имя Бога призвал, и пир был, и пожелания были, и пение было, и свидетельство о браке с печатью. А Бог святой печать не поставил. Потому что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, так слово говорит. А кто признается и оставляет, тот будет помилован. Я ни в коем случае не согласен, что теперь Бог не сочетал, и это неважно, эту семью можно разрушить. Нет, нет, нет. Неважно. Но эта семья, ее нельзя разрушать. Первый вопрос. Богу нужно приходить всегда честным. Может быть стыдно молодой девице посмотреть своему возлюбленному в глаза и сказать. Может быть юноше своей возлюбленной посмотреть в глаза и сказать. Может быть стыдно вместе посмотреть в глаза пастору и сказать честно. Но это будет честно, это будет благословенно пред Богом. Потому что что все последствия, вся ложь, она не приносит благословения, и она приносит последствия. Мы знаем из истории, я помню, молодые годы, я только еще не был в молодежи, и среди молодежи был молодой человек, который с молодежи был, все, но в церкви никогда не был. Потом ушел в мир, женился, прошли годы, и потом я уже в церкви был, уже семья у меня была, смотрю, появился, я узнал, это Валера, а уже, знаете, рука такая, и нога прихрамывает, столько шрамов, с женой пришел, с детьми, и, знаете, это душа была, это было возрождение новой души, как будто они с подвала пришли, и уж пришли на свет, они покаялись, они вошли в церковь. Это настолько Господь благословил и осветил их брак, который был без Бога где-то в талии. Бог осветил, благословил, дети стали в церкви, сын они стали лидером среди молодежи. Прекрасное для меня свидетельство было, когда Бог, есть благодать спасающая, а есть благодать и восстанавливающая. Помните золотое место священного писания, которое Иоанн записал в своем послании? Если исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Это путь прямой, путь чистый и честный, когда Бог восстанавливает, и нет ни из какого положения, безвыходного положения, с любого положения, есть выход, есть выход к Богу. Это прямой путь. Церковь всегда отличалась от этого мира. Бог всегда направлял свой народ к чистому образу жизни и в моральном отношении. Апостол Павел в послании к Оринфянам 6 глава, 19-20 стих пишет такие слова, чуть выше, 18-й. «Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущая в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия. Помните, Денис говорил о сотворении человека и о высоком предназначении, которое Бог дал ему. Он сказал, плодитесь, размножайтесь, владычествуйте над всем миром, который создал. Он владыкой поставил над всем творением своим человека, но человек утратил. Он согрешил и лишился той жизни. Он ушел от Бога, но Бог не ушел от него. Бог всегда искал человека и привлекал. Я думаю, насколько благодатнее, насколько высокое требование и предназначение человека возрожденного, когда Господь из болота погибельного вытащил, омыло чистил, осветил, назвал детем своим, назвал по имени, вписал в книгу жизни и дал ему повеление. Повеление, которое было тому бесновавшемуся, иди и расскажи, что сотворил тебе с тобой Господь, и как Он тебя помиловал. Повеление, которое дает Господь тем миссионерам, которые находятся, и дает каждому из нас, дорогие братья и сестры, на том месте, где бы мы ни находились. Детям в школе, которые находятся. Я помню, когда мы там еще в Киргизии были, уже в взрослом возрасте, я встретил одного человека, который пришел в церковь, он был не совсем трезвый, выпивший, он работает в органах милиции. И потом разговаривали, и он открыл свое внутреннее состояние. Говорит, знаете, когда вы были мальчишками, ты и братва Виктора, я, говорит, наблюдал за вами, я завидовал. Я думаю, я не помню такого, я помню, что всегда, ну, могли смеяться, баптистов обзывать, или... Он говорит, я завидовал, что вы были не такие. Я видел, что у вас есть своя какая-то идея, и вам неважно мнение окружающего от нас было, ребят, которые подражали друг другу. Я думаю, я этого не заметил, может быть, я этого не ценил. Я думаю, зачем сегодня в современном мире наносят татуировки? Это красиво. Я понимаю, красота – это дело относительное. Художники могут судить по-своему, другие по-своему, но это модно, это модно. Знаете, есть, я не знаю, как по-английски сказать, по-русски мы говорили «стадное чувство». Это в степях Казахстана, когда идет поезд, а тут посетится большое стадо сайгаков. Это степные олени. Если только вожак, козел, побежал вдруг вперед поезда идущего, он перебежит, и все побегут за ним, все будут бежать. И когда уже поезд перерезал путь, то они видят через колеса, все будут лезть туда пока до последнего. Это стадное чувство. Я думаю, как вот это стадное чувство, оно на людей влияет. Влияет в армии, когда мы были. Сколько времени нужно было, чтобы, брат, тебя определить, что ты не такой. Речь обличала, это первое. Поступки обличали, это второе. Я думаю, и в школе нас. А ничего не изменилось. Время прошло, культура немного другая. А вот, сохрани, Господь. Я помню, что еще с детства, дорогие дети, вы меня слышите? Дорогие юноши и девицы, вы меня слышите? Еще с детства было привито в семье и в церкви. И у меня было вот здесь, вот в разуме, что тело мое сохранится чистым. Я должен сохранить себя чистым для благословенного брака. И невеста моя, она будет в церкви, из детей божьих. И жизнь моя будет, она пред Богом. И вот то, чем живет мир, что модно. Пусть это стадное чувство вас не увлечет никогда. Попробовать сигарету, попробовать алкоголь, попробовать наркотик. Попробовать развратную жизнь. Это болото засосало тысячи людей и миллионы. Но от этого есть сила, которая избавляет, это сила Божия во Христе Иисусе. И когда вы еще не вошли в церковь Христову, знаете, я думаю, будет время страшное, когда 430 лет Бог не разговаривал с народом, потому что они ожесточились. И настолько растлела земля. И силы демонические и настолько вольно себя чувствовали, что вот мы видим результат, когда описывает Марк. А вот когда будет время, когда написано, радуйтесь и веселитесь, живущие на небесах, и горе вам, живущим на земле, и во к вам сошел дьявол в страшной ярости, ибо знаешь, что мало времени ему осталось. Я думаю, насколько растлится земля, и насколько будет силами бесовскими люди одержимы и угнетаемы, это страшное время будет. Я верю, что от этого времени будет радуйтесь небеса, церковь взята. Когда церковь будет взята, ты будешь взят? Тебе это не грозит? Тебя это радует, что церковь будет восхищена? Восхищены будут все те, кто, чем сердце живет, как мы слышали в пении, Иисус Христос, и чье имя записано в книге Агнца, кровью Его. Но мы знаем, что в то время будет, когда будет наложено начертание на руку или на чело, и кто только не примет, будут обезглавливаемые. Это страшное время будет. Будут те, которые, имея вот идею, не поддавшись стадному чувству, все идти за ним, за Антихристом, которого примут. Они будут уничтожаемы физически. Это страшное время будет. Но от этого есть избавление Ковчег Божий, Церковь Христова. Ты вошел в Церковь? Это важный вопрос. Господь Иисус Христос силен прощать любой грех и восстанавливать из любого положения и состояния. Я помню, еще в молодости слышал песню, она сложена на тот евангельский рассказ, когда Иисуса Христа позвал важный человек, он зашел к нему, и зашла падшая грешница, и она плакала и слезами омывала ноги Иисусу. И тогда осудили его. Она грешница. Эта песня несколько слов. Был бы он пророк, он бы знал, кто она такая. А Христос сказал, то я знаю. Я ее омыл, она святая. Бог может с каждого человека, самого падшего и погибшего, сделать святым и назвать по имени. Только у него есть одно условие. Помните, когда он писал на земле, а люди подошли с законаучителей и говорят, эта женщина, она в грехе взята. Ее Моисей повелел побить камнями. Что ты скажешь? Помните, Христос сказал им, кто из вас без греха, первым брось камень. Прошло время, он смотрит, говорит, где обвинители? Она говорит, Господи, никто не обвинил меня. Он говорит, я тебя не обвиняю, иди и что? Впредь не греши. Вот это условие у Господа всегда приходящему к нему в молитве покаяния, в молитве исповедания. Иди и впредь не греши. Он восстанавливает, дает силы. Насколько велико предназначение Богом человека, возрожденного, поставленного. Дорогие браты и сестра, мы живем в современном мире и окружающем. Дорогие дети, вы в школе находитесь, на вас смотрят. Быть может, и смеются, но внутри есть то у человека Бога искания. У каждого человека жива душа, и он смотрит, и в какой-то мере, может быть, завидует. Дорогая молодежь, в колледже, на работе, где бы вы ни находились, на вас смотрят. На вас смотрят не только папа и мама дома, не только друзья, но и смотрят те, которые с вами. Может быть, вы кажетесь белой вороной, может быть, вы кажетесь несовременными и немодными в вашей прическе, в вашей чистом теле, в вашей одежде, в вашей речи, в ваших поступках. Может быть, над вами смеются, но поверьте, носить имя я сын, я дочь Бога Живого. Совсем не стыдно. Может быть, мне стыдно, что я в молодые годы как-то скрывал и не говорил о том, что я Бога знаю. Я его дитё. Вот за это стыдно. А быть дитём Божьим не стыдно. Дорогие братья и сёстры, где бы вы ни находились, на работе, дома, у нас на работе сокращаются, и многих людей отправили на лай-офф. И знаете, наблюдая в разговорах, так смотрю, насколько разницу видно, реакция на это у тех, у которых есть Господь в сердце, неважно, русский он, американец, или кто бы ни был, есть у него Бог в сердце, в жизни, или нету. Одни настолько воспринимают, а другие, как от Бога, принимают. А будет время, когда не только работы, может быть, временно лишимся. Было время, Слово Божие говорит, и место жительства, и домов своих лишались, и всего. Но только вот мира в сердце никто не может лишить, потому что там Христос живет. Как-то разговаривая, одна женщина говорит, не важно как, все мы будем на небе. Вот я так подумал, найти бы Евангелие такое, я бы с радостью этот стих выучил, и всем бы проповедовал. Но правда Божия говорит не так, как современный мир говорит. Мы живем в стране, где не отвергают Бога. И как бы ты ни жил, все мы будем там на небесах. Но вот Господь Иисус наш сказал, это Сын Божий, это Бог-Сын. Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия. И изыдут, творившие добро воскресения жизни, а делающие зло воскресение осуждения. Есть два пути. Один узкий, один широкий. Узкий немногие находят, а по широкому много идут. И узкий ведет в жизни вечную, а широкий неприятно говорить, но в погибель вечную. И Христос сказал, что наступает время, когда даже мертвые услышат голос Сына Божия. И воскреснут одни воскресения жизни вечной, а другие для осуждения вечного. У меня вопрос к себе. В какое воскресение ты воскреснешь? Воскресение жизни или воскресение осуждения? Пусть Господь будет для нас благословением. То поручение, которое Бог дал бесновавшемуся. Он сказал, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как Он тебя помиловал. Дорогие братья и сестры, это поручение каждому из нас. Дома, в семье, в школе, в колледже, на работе, там, где мы живем, где бы ни были, мы всегда являемся письмом Христовым. Может быть, есть шрамы, которые неприятно вспоминать, которые болят, но они напоминают о том, что как Господь помиловал. И пусть мы будем проповедниками Света Евангелия и жизнью нашей, и внешностью нашей. Я понимаю, и мода другая, и все, но всегда церковь отличалась. И всегда и прической, и одеждой, и обувью, и походкой, и словами, и поступками, как прилично святым. Я думаю, это каждый может дать себе ответ. И пусть каждый на своем месте будет проповедником Евангелия. Апостол Павел, посланник филиппийцам, говорит такие слова. Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит это. Аминь. Помолимся, Господи, прославьтесь.